Какие традиции следует возрождать, чтобы появлялись здоровые семьи? Ну вот, на некой конференции у врача-акушерки с огромным стажем, она чуть там не 10 тысяч родов приняла, спросили, скажите, вот вы в разных регионах работали, у разных женщин разных национальностей принимали роды, где рождаются здоровые дети? Она улыбнулась и сказала, в любви. Вот это ответ, конечно, потрясающий. Вот самую точку яблочко. Но для этого мы должны воспитывать всех наших детей, всех, вот в понятиях традиционных, и выбирая то лучшее, что было в прошлом. Вот нас как-то учат, что прогресс – это то, что нас ждет впереди. Это неправильно. Прогресс – это достигнутые вершины. И только если мы опираемся на них, мы можем не терять уровень. А если мы о них не думаем, мы обречены влачиться по земле. Плохо решая те трудные задачи, которые наши предки решали блестяще. Так вот, мы должны изо всех сил оглядываться назад. Мы должны изо всех сил брать из прошлого то лучшее, что можно оттуда взять. И при этом должен каждый прикладывать усилия, потому что учи, не учи, пожалуйста, в университете очень хорошо учат истории. Только многодетных семей оттуда выходит не так много. Это все очень сложно. И, конечно, здесь роль церкви огромная. Но заметьте, как только церковь говорит о том, что нужно иметь много детей, какой вал оскорблений на нее обрушивается. Это агрессия. И вот эта агрессия подпитывается средствами массовой информации. И вот можно сказать, дорогие наши соотечественники, зачем вы это смотрите и слушаете? Опять-таки, это же зависит от каждого. Ну, привыкли. Пожалуйста, теперь в каждой семье телевизор в каждой комнате, и в кухне, и на работе телевизор, везде телевизор. И без него. У вас нет телевизора? У меня с 70-го или с 80-го года нет телевизора в семье. Вот появились компьютеры, компьютеры есть. Это тоже бич, но он, по крайней мере, не ограничивает твою свободу. Ну, не хочу я смотреть передачу, не смотрю. Или дам дрянь какая-нибудь, я могу прокрутить. А по телевизору не прокрутишь. Ты становишься заложником той передачи или тех людей, которые крутят вот такую передачу. А я не хочу. Вот и всем советую. И мои дети, которые выросли без телевизора, они даже благодарны. Сейчас они, пожалуйста, могут смотреть все, что хотите, но некий вкус у них есть, и всякую дрянь они избегают смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok